Привет, уважаемые зрители, с вами снова Стас Быков и сегодня поговорим про создание сайтов. Знаете, я своими видео уроками хочу донести ту мысль до каждого из вас, что создание сайтов в наше время это действительно простой процесс. То есть любой человек без знания программирования может создать сайт. Я вот обучался очень долго для того, чтобы научиться программировать, для того, чтобы делать какой-то дизайн. Но раньше были другие условия, то есть у нас не было конструкторов сайтов. Мы все делали в блокнотах и потом уже все это объединяли в один сайт и выгружали в интернет. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Есть готовые решения, есть готовые модули, которые вы можете просто настроить под свою конкретную задачу и пользоваться ими. Именно поэтому я рассказываю вам и показываю, как это все делается, чтобы у вас не возникало вопросов. Чтобы вы начали изучать новые области, в которые вы раньше даже не задумывались, то вы в них будете работать, может быть даже кто-то уже зарабатывать. Потому что очень много у меня видео, которые находятся в топе. И люди пишут там, что действительно они применили мои знания и начали зарабатывать. Например, как видео по заработке на создании сайтов и их перепродаже. И смотрите, сегодня тоже урок. Я вам хочу рассказать, что как все делается. Я не буду начинать с того, что сайты делаются через установщик приложения на хостинге. Это вы и так знаете. Кого это интересует, может перейти в мой плейлист, посмотреть прошлые видео уроки. Сегодня знаете, что сделаем? Как любой шаблон сделать уникальным. Вот я недавно здесь, кстати, вчера работал с чиновником. Ну, это Оксана. Это у нее такой никнейм. Думаю, Оксана мне не обидится, что я ее покажу сейчас в видео уроке. Здесь было несколько вопросов. И я решил их. Сейчас решил вам показать, как я это сделал, чтобы вы тоже разбирались в этом. Давайте самое основное. Как сделать какой-то код. Например, вот от Jiva сайта. То есть чат. Вот этот чат, который находится на сайтах. Давайте я зайду. А, сразу давайте на сайт Оксаны зайдем. Вот, видите, есть сайт. И справа появляется окно чата. Вот оно. Мы на него нажимаем. Отправить сообщение. И вот мы его здесь видим. То есть, как сделать такое окно. Как сделать счетчик Яндекса. То есть, очень часто вопрос. Тоже надо сделать как-то счетчик Яндекса. И не знают как. То есть, в готовый движок. Вот он у меня. Тестовый сайт тоже есть. Специально на видео уроках создавал. За буквально 4-5 минут. Вот это я сайт себе создал. Что мы здесь делаем. Мы переходим в темы. Далее, конечно же, в вашу тему. Или вы можете любую другую тему найти. Вот здесь добавить новую. И в каталоге тем выбрать ту, которая вам нравится. Просто нажать посмотреть тему. Потом установить. И у вас будет уже новая тема. Итак, смотрите. Когда у вас уже выбрана тема. Нажимаем редактор. Далее. Теперь справа нас интересует файл footer.php. Видите, подвал написано. Вот здесь справа. Мы на нее нажимаем. И это тоже самое ситуация. Когда мы, например, через файл ZIL заходим на наш хостинг. Здесь есть структура файлов. Здесь есть файлы. Мы можем скачать их. Давайте даже для примера покажу. И вот здесь это просто визуальный редактор. Мы прямо открываем его в движке сайта. А можно также идти другим путем. То есть идем вот сюда. Смотрите. HTTP.docs. Далее. Вп.контент. Далее. TMS. То есть ищем тему, которая у нас установлена. Так. Сейчас я вспомню название темы. Буквально 5 секунд. Видите, тема. Donovan. У меня сейчас используется. То есть мы здесь ее ищем. Вот она. И далее вот этот файл footer. Давайте для примера мы его скачаем. И откроем в редакторе. Notepad++. Сюда мы его перетаскиваем. То есть вот, видите, идентичная ситуация. Вот этот файл я через FTP доступ его скопировал. А вот мы открыли через движок. Так, давайте. Вот он, footer. То есть это файлы идентичны. Это одни и те же файлы. Просто чтобы вам не лезть через FTP доступ, вы можете прямо здесь его через редактор подредактировать. Итак, вот сюда вставляются все коды от Яндекс.Метрики, какие-то реферальные хвосты, вот эти все чаты. То есть вот сюда вот строчка. Вот здесь можно вставлять, где page. Видите, написано вот сюда. И мы вставляем, просто копируем в буфер обмена код для вставки. И просто смело вот сюда вставляем. И нажимаем обновить файл. Сейчас у нас файл сохранится. И все изменения сразу будут на хостинге. Видите, файл успешно сохранен, изменен. Переходим на наш сайт. И сейчас вот здесь справа появилась форма. Вот она. То есть вот у нас форма появилась. Очень просто мы ее вставили. То есть точно так же Яндекс.Метрику, Гугл.Метрику тоже сюда все вставляете. Вот этот файл подвал, который footer.php. И нажимаете обновить файл. То есть таким образом мы вставляем. Далее, что еще интересно. Мы можем визуально менять сайт. Давайте тоже на чиновнике покажу сразу здесь, чтобы все было. Так, консоль. То есть мы можем изменить размер шрифтов. Мы можем поменять цвет блоков. Это делается следующим образом. То есть мы переходим в вид темы. Далее переходим в настроить тему. И здесь уже у нас настройки темы. Ну максимально просто. И что мы можем здесь делать. То есть свойства сайта. Да, здесь мы можем прикрепить логотип. Дать название сайта и краткое описание. Также можем фавикон здесь тоже сделать. Вот видите, у каждого сайта есть свои фавиконки. Поэтому тоже обязательно их делать. Вот это. Сверху у окна браузера будет маленькая квадратная картинка. Но нас здесь интересуют дополнительные стили. Видите, это я уже прописал их сам. Вот это стили, которые в CSS файле используются. Как их найти? Не пугайтесь. Все очень просто. Например, если мы хотим с вами сделать следующее. Нам нужно, например, вот этот заголовок сделать большим размером. Нажимаете просмотреть код. Вот этот, видите, h1 код у нас открылся. Когда мы на него наводим, этот блок выделяется. И теперь обращаем внимание на правую колонку. Вот здесь вот. И здесь выбираем как раз этот элемент стиля. Вот мы смотрим. h1 это 32 размера. То есть мы можем увеличить. Делаем, например, 32. Просто колесико мышкой увеличиваем. Нам, например, нужно вот так вот. То есть h1 77. Вот такой размер. Это чисто для примера. То есть мы берем, копируем вот этот стиль. И начинаем его вот здесь прописываем. Вот здесь у нас в редакторе. Вот здесь вот дополнительные стили. Здесь эти стили имеют приоритет. То есть все, что мы здесь прописали. Они будут как бы в первую очередь учитываться. И в файле, если в CSS не находятся, те стили отпадут. То есть, например, есть уже готовые стили файли styles.css. Видите, путь его находится в теме, да, в своей. Но, если мы сделали вот здесь вот дополнительные стили, то они в первую очередь учитываются. Итак, дело. h1, то есть все обычно. h1 стиль. И размер. 77. Можем делать 107. Вот. И все изменения сразу видно на сайте. Далее нам просто нужно опубликовать. Эти изменения мы сделаем. То есть, в этих стилях понятно, как работать. Все очень просто. Давайте еще посмотрим, что там было. Так, мелкий шрифт. Логотип внизу сайта пропал. Ну, логотип это тоже специфика. Нужно правильно прописывать адрес. Кстати, я здесь тоже заменил логотип. Но это все делается через настройки темы. Я уже, кстати, вам это и показал. То есть, свойства сайта. Вот здесь можно изменить логотип. И просто загружаем свой логотип на сайт. Ну, и также видео на главное огромное. Здесь, для того, чтобы видео от YouTube у вас тоже правильно, корректно отображались. То есть, при уменьшении экрана, при увеличении его. Они правильно тоже не выходили за границы. Нужно сделать резиновый контейнер. Здесь можно применить или плагин, который устанавливается. Можно руками прописать специальный стиль. Давайте тоже вам сразу покажу. То есть, вот у нас контейнер для видео. Вот, видите, VP-блог, Embed. И вот здесь прописана позиция Relative 59%. То есть, можно увеличить. Тогда мы увидим уже больше. Больше кусочек видео. То есть, тоже этот стиль просто прописывается там же, где я вам показывал дополнительные стили. И все это применяется к вам на сайт. Таким образом, вот реально просто создаются сайты. Вот чиновник, тоже мой ученик, по моим видео урокам, буквально вот за... Ну, очень быстро просто было создать сайт. Да, некоторые доработки требовались. Но это уже считается уникальным решением. А так вы просто можете применять шаблонные решения. Вот как у меня здесь, например, это же шаблонный дизайн. Да, что-то здесь можно изменить. Вы можете менять блоки справа, свежие записи, архивы, рубрики, рубрики, например, убрать. Сделать здесь свои баннеры. Ту же самую работу можете и вы делать. Если вам что-то непонятно, но это уже нюансы. Самое главное понимать, что на хостинге MacHost сайты создаются буквально по нажатию клика. По ссылке в описании вы получите доступ на 3 месяца бесплатно по тарифу Mac10. Вам вот реально их хватит, чтобы протестировать данный хостинг от и до. Создайте себе один сайт, создайте второй, третий. На 100 рублей нужно будет закинуть на счет для того, чтобы активировать личный кабинет. Они у вас останутся, не переживайте, никуда не денутся. После того, как 3 месяца пройдет, у вас просто 100 рублей будет на балансе и нужно будет добросить недостающую сумму, чтобы продлить активацию личного кабинета и чтобы дальше сайт находился на хостинге. То, что сайт состоит из домена, из хостинга, из движков, я уже думаю, вам говорить не надо, вы сами в этом всем разбираетесь. Если нет, то пересмотрите все мои видео уроки, ссылка на них тоже будет в описании. Делается это следующее. Установка приложений, выбирайте движок, вот движок блога, нажимаете установить и все. Сайт у вас готов. К тому подтверждение даже вот этот мой сайт, который я специально сделал для видео уроков. Я уже даже здесь видео свои продвигаю. Смотрите, нажимаю, то есть вот оно видео, все работает. Если у вас появляются какие-то вопросы, обязательно задавайте здесь в комментариях под этим видео. Решим любую проблему. Сейчас у меня очень много планов, я работаю над школой интернет-маркетинга, поэтому времени, конечно, не так много свободного, но все равно напишите, будет минутка, обязательно вам буду отвечать и помогать. Давайте вместе развиваться в интернете, создавать сайты и зарабатывать. Все-таки нам нужно вместе работать, объединяться, потому что интернет это такое большое пространство, где много мошенников, где много некачественных ресурсов. А здесь я на своем канале рассказываю только то, чем пользуюсь сам. Только здесь мой опыт собран за многие десятилетия. С вами сегодня был Стас Быков, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.